Всем привет! Слышно ли меня? Если слышно, поставьте восклицательный знак, пожалуйста! Сегодня с вами EverydayRussia и сегодняшний ведущий Михаил Мордасов. Да, меня слышно отлично. Извините, я буду сегодня тихо, потому что слева от меня совсем рядышком спит моя дочка двухлетняя и я боюсь ее разбудить. Поэтому буду вести эфир тихо. Если вам будет не слышно, напишите мне, пожалуйста. Я постараюсь... Здравствуйте! Постараюсь чуть погромче говорить. Сегодня у нас необычный эфир, потому что у нас гостям будут два фотографа, которые сейчас перестали быть фотографами из-за коронавируса. И не потому что они заболели, а потому что у них закончился заработок. И они были вынуждены или не вынуждены. В общем, они стали зарабатывать другими услугами. Один из них стал санитаром в больнице, где люди болеют ковид, где врачи лечат коронавирус. А другая девушка, она раньше снимала рестораны и кафе. А теперь она является курьером Яндекс.Еда. По иронии судьбы, может быть, немножко. И как раз сейчас мы пригласим Ксению Колесникову. Сейчас посмотрю, если она у нас здесь. Привет. Ксюша, привет. Тебя слышно, видно? Меня вроде видно, слышно. Как ты? Да, тебя слышно, видно. Отлично. Как ты успела доставить свой последний заказ? Да, я успела, но пришлось понервничать, конечно. Я не ожидала такого поворота. Я тебе коротко представил, но ты тоже представься нашим слушателям. Всем привет. Надеюсь, что нас кто-то смотрит. Меня зовут Ксения Колесникова. Я довольно давно уже работаю для наших различных медиа, включая уже те, которых уже нет, к сожалению, типа Большого города, печатные версии Афиши и куча-куча других журналов. В общем, сейчас я часто делаю всякие проекты для вилладжа и всякие другие штуки. Плюс я еще четыре года занимаюсь керамикой. Вот я, кстати, куча и спойки. Вот про это я забыл сказать, да. Да, керамика. Хотя мне кажется, что я буквально только что начала заниматься и все время нахожусь в поисках. Вот. Но в целом, да, уже четыре года время пролетело незаметно. Ну, тебе на сердечки уже ставят. Вот эти поклонники собрались. Но ты потеряла работу из-за коронавируса. Расскажи, как так вышло. Я не могу сказать, что я ее потеряла, потому что я очень надеюсь, что эта история временная. Но так уж получилось, что где-то пару месяцев уже, если не больше, у меня не было никаких съемок. Ну, ладно, окей. Была одна, но вообще как бы во времена карантина, наверное, это не совсем... Ну, я не знаю. В общем, мне пришлось ездить в рестораны и снимать их интерьеры и еду для самоката. Есть такая служба доставки. Вот. Это была единственная съемка за два месяца. И я, честно говоря, с одной стороны, была счастлива ее делать, с другой стороны, было страшно ездить, когда вроде как все нельзя, везде вирус, везде ужас. Ну, и как бы на керамику тоже, я извиняюсь за мяуканье, кошка. У тебя кошка, у меня лягушки. Нормально. Вот. И, в общем, так получилось, что на керамику, так как это не основной предмет необходимости, тоже, естественно, упал спрос. Никто ее особо не хочет покупать во время карантина. Ну, по крайней мере, первый месяц. Сейчас, кстати, что-то хотят. Вот. Но в любом случае я даже не понимала, как ездить в мастерскую, если запрещено. Вот. И когда я услышала, что у нас будут сопровые пропуска, невозможно будет выйти из дома, а я, в общем-то, мне невозможно будет заниматься спортом. Мне полгода нельзя было заниматься спортом. И вот ровно в этот момент, когда мне стало можно, и я один раз сходила в роскошный бассейн Лужники, он просто потрясающий. Я до сих пор не знаю, когда я туда вернусь, потому что это супер. Это реально дворец водного спорта. И это единственный раз, когда я успела что-то сделать, и все. И как бы Москва закрылась, и я в совершеннейшем ужасе. Я так ждала весну, так ждала какого-то движения. И я поняла, что надо что-то делать с этим. И как-то логичным образом все сводилось к еде. То есть доставки еды. Я рассматривала другие варианты, на самом деле. Но, например, достависта, которые доставляют разные товары и документы, и вообще все, что угодно, хоть и комячков, у них был для меня лично минус в том, что, во-первых, это может быть что-то очень тяжелое, а во-вторых, то, что там придется пользоваться общественным транспортом, что с учетом опасности вируса не хотелось бы. Потому что если доставлять еду, то можно ограничиться вполне себе велосипедом и никаким образом с транспортом не пересекаться. То есть обеспечить собственную безопасность. Слушай, я немножко тебя буду торопить, потому что у нас 20 минут с тобой осталось, чтобы нам уложиться в отведенное время. Да. Скажи, для тебя это победа или поражение? То, что ты перестала быть фотографом и стала курьером Яндекс.Еды? Ну, на самом деле, во-первых, я не перестаю и не переставала быть фотографом, потому что у меня разные отношения были с фотографией. Иногда хотелось ее бросить, потому что мы с ней давно. Это прям реальное отношение. И, ну, как бы она умеет ждать. То есть я же не сказала себе, что все, я больше никакой не фотограф. Я теперь курьер. Нет, это моя третья профессия. Ну, на самом деле, в профессии больше, но просто на данный момент в моей палитре есть фотография, есть пирамика, и теперь есть курьерство. И, ну, оно, правда, к сожалению, будет временным. Потому что как-то все восстановится. Я планирую вернуть форму и свою термосумку, желтую в офис Яндексу. Вот. И как бы вернуться на круги своя. Угу. Вот. Кстати, очень интересно у нас, ну, среди наших слушателей, кто-то лишился еще заработка в период коронавируса? Если да, напишите нолик, а если нет, напишите ту цифру, в которую вы сейчас месяц зарабатываете, работая фотографом. То есть для тебя это история временная, правильно я понял? Да, абсолютно. Ну, тем более, более того, я все-таки умудряюсь, во-первых, делать какие-то фотографии. Я документирую процесс. И, например, буквально на днях вышла статья на Вилладже с дневником. Там были и фотографии, и мой текст. То есть, и, в общем-то, мне за это дадут гонорар. То, да, это абсолютный вин-вин со всех сторон. То есть ты одновременно две работы делаешь? На самом деле это, конечно, сложновато, потому что, когда ты курьеришь, то там очень ограниченное время, и тебе включают таймер, и очень сложно переключаться и думать о фотографии в этот момент. Ну, в общем, в какой-то момент я научилась это делать, научилась жонглировать. Вот. Так что... Ну, Толития пишет, что тоже она перестала зарабатывать. Написала нолик. Остальные, видимо, зарабатывают фотографии, раз ничего не писали. Они счастливчики. Нас тут слушают. Да, ребята, пишите цифры, которые вы получаете. Слушай, а ты переживала насчет того, что ты перестала зарабатывать, и тебе нужно что-то делать? Да, конечно, конечно, я переживала, но, честно говоря, это перманентное состояние фотографа на фрилансе, ну, и керамиста на фрилансе, потому что мне нужно платить за квартиру, мне нужно платить за мастерскую, всякие другие счета, и как бы, когда все хорошо, вроде все хорошо, но это всегда очень рандомно. Ну, просто во время карантина более понятно, что этот... Ни хрена не будет. Да, и главное, непонятно, насколько, потому что все отодвигается, конец отодвигается, 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 и отодвигается. А съемки по фейстайму, ну, мне кажется, что это, не знаю, не очень востребовано. Хотя я знаю, что некоторые мои знакомые начали снимать по фейстайму, и очень довольны. Правда, я не спрашивала их про гонорары. Меньше. Не, ну, очевидно, что меньше, но если... Ну, я не знаю, просто мне... На мой взгляд, фейстайм — это немножко не то, потому что это все равно... Это не та камера. Ну, то есть ты в любом случае фотографируешь то, что снимает камера на телефоне или на... И это уже... Это уже не то. Слушай, а ты вот внедрилась вообще в новую... Новый круг общения у тебя абсолютно появился, да? Люди, с которыми ты раньше пересекалась, открывала дверь, давала там чаевые и забирала еду. А теперь ты с ними каждый день в ВКонтакте. Как они вообще реагируют на то, что ты фотограф? Или ты им ничего не говоришь? Привет, пока и все. На самом деле, не все спрашивают. Прелесть в том, что когда ты курьер в форме, то тебе можно начать общаться просто вот... Как будто бы вы старые знакомые, перекинуться какими-то новостями, просто поделиться. О, у меня там нет работы, у меня вот куча заказов. А, вот я вот раньше был поваром. Да, я встречаю довольно много ребят, которые раньше были поварами. Сейчас своих кафе и рестораны закрылись, и они пошли фигачить по 12 часов в день носить заказы. Потому что повара, кстати, гораздо больше готовы к профессии курьера, чем я. Потому что 12-часовая смена – это очень тяжело. Ну, то есть... А сколько у тебя смены длится? Ну, я вчера ездила, у меня были очень-очень дальние заказы, меня мотало по третьему транспортному кольцу, район Шалепиха, мост Бакратион, и это все, ну, как бы с велосипедом, это прямо, скажем, нелегко. Ты еще и с великом. Конечно. Сколько я накатала. Я не мерила, сколько я накатала, но, в общем, я за 4 часа просто была в мясо, и мне пришлось закончить флот. То есть, ну, вот 4 часа, и главное, я всего сделала 5 заказов. Но я побывала в башне, в одной из башен, наконец-то, которая в Москве-Сити, и там была очень трогательная сцена. Заказчик был с двумя девушками, которых называл парни. У них было огромное, огромное окно панорамное с видом на закат, шарики в виде сердечек, охапки роз, и они заказали огромную кучу Макдональдса, и он мне дал самую крупную сумму чаевых для меня 700 рублей. А, 600 рублей переплюнули недавно? Нет, 600 рублей это было в общей сложности. А, это одновременно. Да. Хотя я тут же встретила курьера, который мне рассказал, что какая-то актриса дала ему полторы тысячи бумажками. Что он сделал для этого? Просто привез заказ. И, к слову, он же сказал, что самый был максимум, сколько он заработал за день, это было 8 тысяч. Он развез 20 под заказом. Это, скорее всего, было тоже 12 часов. И он говорит, пожалуйста, не делайте этого, потому что коленям, может быть, очень плохо. Может, ты что-то новое для себя открыла во время этой работы? Как фотограф и просто как человек? Как фотограф? Ну, во-первых, я стараюсь, как только у меня появляются возможности, я вижу в подъезде балкон. И если это какой-то высокий этаж, я обязательно туда выхожу, делаю фотографию. Мне просто нравится смотреть на Москву с неожиданных ракурсов. То есть я бы в других ситуациях я вряд ли бы там оказалась. Хотя я часто оказываюсь в самых неожиданных местах, но вот я просто люблю что-то новое. Вот. То есть у тебя в желтой сумочке камера? И всё? Нет, в телефоне. А, в телефоне. Я даже успела поменять телефон на более хороший, чтобы фотки были получше. Но это давно надо было в шестер. Потому что моему старому ОСЕ уже было 4 года. Хотя он держался молодцом. Вот. У меня сейчас такое же. А что ещё? В целом я как-то поняла. Во-первых, я перестала жалеть курьеров. Потому что я поняла, что в принципе они могут неплохо зарабатывать. И многие из них уже 3 года работают курьерами. Именно в Яндексе. Ну, то есть если выходить на смену регулярно и вот там 8, 10, 12 часов в день. И, например, не пользоваться велосипедом, а пользоваться электросамокатом или мопедом, например, то можно очень хорошо зарабатывать. Ну, сколько? Ну, 60-70 тысяч в месяц. Мне кажется, это вполне неплохая зарплата. Пуара получают меньше, бариста получают меньше. Ну, это сколько нужно дней работать в месяц? Ну, например, пятидневка. А, то есть даже с выходными? Да, даже с выходными. Ну, то есть это уже зависит от амбиции каждого человека. Но, в общем, если держать баланс и прям работать много, то курьерством можно заработать. У меня немножечко более скромные результаты, но я не ставила себе задачи сломаться первый же месяц, убороться и потом просто не встать. Слушай, ну всё, завтра еду в Москву, устроишь меня Яндекс Еду по блату? Да, слушай, а я на самом деле... Мне не верят, что я сама устроилась. То есть мне говорят, ну, ты наверняка по блату это сделала. Конечно, ты же там знакомая. Ну, конечно, у меня действительно много знакомых, но я ставила заявку на сайте, мне позвонили, я выполнила задание, приехала в офис. Ну, то есть всё было вообще супер-нэтчерл. А что это было за задание? Это тестовое задание, рассчитанное на отсев совсем уж неадекватных людей. Что, найдите ресторан такой-то по такому-то адресу? Нет, нет, там просто обучающее видео, которое идёт в минут 10, и дальше тест. Если ты отвечаешь правильно на 10 вопросов из 13, по тебе... Да, да, то есть можно ещё, как в ЕГЭ, можно ошибки допускать. Ну, то есть тест очень простой. Не сможет его сделать только очень тупой человек. Но если он его не сможет сделать, то значит ему, наверное, не нужно работать курьером. Ну, таких, наверное, я не знаю очень. Ребят, если у вас есть вопросы, то вы тоже пишите. Ксюша, мне кажется, с радостью ответит на все ваши вопросы. Ась, кстати, хотелось сказать, ребята, вот мне многие спрашивают, кто-то заказывает в Яндекс.Лавке один раз в неделю, но побольше, чтобы не тратить силы. Нет, ребята, не делайте так. Яндекс.Лавка доставляет бесплатно, но курьеру она платит. И вы понимаете, если вы нагружаете бедного несчастного курьера 15 килограммами всякой там картошки, двумя баклахами пятилитровой воды и чего-то, я не знаю, кока-колой, хлебом и вот этим всем. Нет, слушайте, заказывайте по отдельности. Да, иметь вот Ксюшу на велосипеде. Ну, не только я, большинство курьеров лавки тоже на велосипедах, даже их подают. И если вы стесняетесь заказать один бомбер из Макдональдса, потому что это типа зачем гонять человека. Нет, поверьте, ему будет приятнее отвезти один бургер, чем огромные два мешка. Ну, то есть, когда... Я недавно заказала... Я потому что сама тоже иногда заказываю себе. Заказала из соседнего дома сэндвич в лавке. И курьер был такой счастливый, он говорит, это лучший мой заказ за сегодня, потому что ему надо было его просто за одну минуту отдать, и он маленький и легкий. Ну, в общем, да. Мне было приятно, что он порадовался. Я думал, ты сама себя заказала, а потом собрала. Нет, мне кажется, это не легкий. Там спрашивают, можно ли снимать клиентов, если они не против. Если они не против? Да. Наверное, можно. Ну, я, честно говоря, скорее сталкивалась с очень негативной реакцией, хотя у меня не было задачи их снимать, но один раз мне нужно было, и, в общем, человек очень-очень разузлился и нажаловался тут же. Или когда мы фотографируем заказы на сумке, потому что надо доказать, что ты доставил бесконтактно, большинство людей просит, ой, пожалуйста, только чтобы я в кадр не попал. Я говорю, ну, что вы, что вы, нет, ни в коем случае, мы бережем наших клиентов. Ну, мы действительно их бережем, я, по крайней мере. Но, с другой стороны, если... Я немножко стесняюсь говорить, ребята, можно с вами селфи сделать? Ну, это странно. Но если кому-то очень хочется, я думаю, что это окей, потому что, ну, как бы люди, которые заказывают еду, такие же люди, ну, это мы с вами. Люди, которые доставляют еду, это, в общем-то, тоже мы с вами. Потому что сейчас очень много людей пошло работать курьерами именно из-за того, что карантин повлиял на работу. Ну, то есть, как бы, никаких особых проблем нет. Есть, конечно, некоторые моменты, когда какие-то, не знаю, дом, в котором еще идет стройка, и это какой-то очень элитный дом в очень плохом районе. И для меня это немножко удивительно. И вот туда приходит риэлтор показывать квартиру каким-то людям. И она замечает меня, курьера, и объясняет им, ой, нет, вообще-то обычно мы сюда, охрана доставщиков не пускает. Они там, типа, остаются. И я поднимаюсь с ними на другом лифте, на тот же этаж, что и они. И она же говорит, да, но вы знаете, вот предыдущий владелец здесь курил кальян. Ну, вот поэтому немножко накурено. Ну, камон. Короче, есть люди, которые просто хотят повысить свое самоощущение за счет принижения, казалось бы, каких-то несчастных курьеров. Ну, при том, что, во-первых, ты вообще не знаешь, кем этот курьер мог быть. Да даже если он был никем, то, ну, это очень сомнительный. Это очень сомнительный способ самоутвердения, если честно. Но, естественно, такие люди тоже бывают. Слушай, какой у тебя был самый интересный случай за время твоей работы курьером? На самом деле их реально очень много. Ну, то есть прям... Ну, наверное, самый интересный случай это все-таки башня. И вот этот вот молодой человек с двумя девушками и куча еды из Макдональдса с романтическим вечером. То есть это прям интрига, которую... То, что я это увижу собственными глазами, мне трудно было поверить. Хотя бывали самые странные случаи. В одном месте был сканер отпечатков пальцев. и человек сказал, что на ломаном английском тире русском, причем на очень плохом английском, он делал вид, что он не говорит по-русски. Хотя очевидно было, что он по-английски скорее не говорит. Он стоял за дверью и рассказывал мне, что они будут через час, поэтому я должна оставить... оставить сумку на этаже. Ну, то есть это было очень странно. Ну, я, конечно, оставила, но было странно. Плохо шифруются? Ну, очень плохо шифруются, но как бы как-то так. Или, например, да. А ты встречала своих знакомых вот в ресторанах, для которых ты снимала или которых ты снимала, и потом раз ты в желтой форме такая приходишь к ним, привет? Ну, дело в том, что пиарщики, с которыми я в основном знакома, или шеф-повара, они сейчас не сидят в ресторанах. Во-вторых, в ресторан мне довольно сложно попасть, потому что большинство из них отдают через задние двери или просто через окно витрины, чтобы не пускать внутрь курьеров, так сказать, в целях безопасности. Поэтому именно знакомых, с которыми я сотрудничала, я не видела. Я скорее видела своих знакомых, которые просто ходили по городу, журналистов, галеристов, вот этих вот всех. Как они реагируют? Ну, как правило... Узнают тебя? Ну, кстати, некоторые не узнают, но я не уверена, что проблема в форме. А так в основном очень удивляются, такие, ого, типа, ничего себе. Кто-то говорит, что ну, я бы вот, наверное, тоже бы это сделал. Потом слушают мои истории, такие, так, всё, я хочу подать заявку. Ну, потому что мне всё равно кажется, что это веселее, чем могло бы быть. Кто-нибудь уже, интересно, из наших слушателей решил подать заявку тоже? Напишите, если да, напишите просто да. Ксюша вам расскажет, как это сделать. Ещё тут спрашивали, спрашивали, как твою статью найти в The Village? Статья называется Дневник курьера, нет, Дневник фотографа, которая пошла работать курьером. Она ещё вчера была на первой странице, сейчас она уже, наверное, куда-нибудь чуть-чуть пониже съехала. Ну, в общем, пишите в поиске Village Дневник фотографа и всё выпадет вам. Там целая большая статья, которую я написала, и куча фотографий, и ещё там видео от моей подруги, которая снимает проект. Это у меня дочка проснулась и решила выключить свет. Понятно. Короче, моя подруга Таня Чехова, она режиссёр, и она снимает серию документальных видео про людей, которые поменяли свою жизнь во время карантин. Я была в первой серии, и, собственно, этот маленький фильм тоже вставлен в статью. Посмотрим этот фильм. Мы потом напишем где-нибудь и дадим ссылку на этот фильм. Тогда, если захотите, посмотрите. Сейчас, Ксюш, мы с тобой должны попрощаться, потому что мне нужно следующего человека пригласить. Спасибо, что откликнулась. И желаю тебе коротких доставок. Коротких и лёгких, и побольше чаевых. Да, да, да. Мне очень не хватает, так это чаевых, ребята. Вы себя не представляете. Я сама раньше не особо оставляла чаевые. Ну, кажется, я всё поняла. Потому что без чаевых очень грустно. Особенно, если ты везёшь заказ в дождь, тебя сдувает ветер, сумка очень тяжёлая, везти это всё три с половиной километра через кучу подземных переходов, и человек просто молча забирает заказ, это очень грустно. Но, как бы, если тебе рады и говорят о, спасибо большое, и оставляют на чай, это прям греет. Классно, да. Это очень приятно. Пожелайте, Ксюш, добрых заказов. Спасибо ей, скажите. Сейчас, Ксюша, ты должна отключиться, отсоединиться, а я тогда смогу пригласить второго участника. Окей. Так. Пока, спасибо. Всё, пока-пока. Так, Ксюша вышла. Сейчас я приглашаю Олега Яковлева. Он устроился, он тоже фотограф. Теперь он работает санитаром в больнице. Он только что завершил смену свою, и сейчас я его приглашаю. Интересно, он успел переодеться уже? Привет. Олег, привет. Привет. Я вижу, переодеться уже успел. Ну, в смысле, я снял ковидный костюм, а я в форме хирургических халатов, называется. То есть, ты уже в такой не в красной зоне? Нет, в красной зоне у меня нет телефона. Я тебя коротко представил, но давай ты ещё раз представься всем. Всем привет. Меня зовут Олег, я фотограф и автор документальных фильмов. Ну, то есть, вообще, я работал до этого в бизнесе журналистике и снимал в Москве бизнес-портреты. До этого, в смысле, до коронавируса. Вот. До этого теперь все понимают, до чего. Да. Ну, вот. Ну, то есть, моя тема это психологические портреты и какие-то урбанистические исследования вот в произвести. Вот. Ну, а сейчас я работаю санитаром в одном из московских госпиталей в коронавирусной реанимации. В реанимации прям. Угу. Офигеть. Ты не заболел? Вас хорошо защищают там? Я думаю, что я не заболел. Мы сдаём маски на коронавирус раз в неделю. Вот. И если бы я заболел, то меня бы, конечно, сняли со смены. Вот. Ну, и защита у нас очень крутая. То есть, я себя здесь ощущаю, наверное, безопаснее, чем, я знаю, в транспорте, потому что у нас там три слоя перчаток, одноразовый костюм и так далее. И всё залито санитайзером. Вот. Ну, то есть, это суперстерильное пространство. Угу. Ребят, если у вас будут вопросы Олегу, то пишите. Походу будем отвечать на них. Пока я буду задавать свои вопросы. расскажи вообще... А, вот у тебя уже первый вопрос, давай. Ты волонтером работаешь или медбратом? это работа, не медбратом, это оплачиваемая работа санитаром. У меня нет медицинского образования, поэтому я не могу пойти никаким медбратом, разумеется. Вот. Я могу пойти санитаром. Ну, вот. Сколько платит? Знаешь, это вопрос риторический, короче, это не обсуждалось. В смысле, по слухам, это что-то... Ну, давайте, назовем такую очень условную вилку от 50 до 100, да? Тысячи рублей в месяц. Вот. Но это... Ну, то есть, я не хочу это обсуждать, потому что это вот то, о чем все постоянно пытаются догадаться. Никто из нас этого не знает. Из моих коллег, врачей, до конца. Все эти надбавки. А даст ли нам Путин еще денег? Ну, в смысле, это какая-то очень такая немножко странная, немножко нервозная тема, что, в общем-то, зарплата не очевидна. Ну, то есть, ну, вроде как, я знаю, что она приличная, приемлемая, сравнимая с зарплатой фоторепортеров московских СМИ, вот так выразимся, да? То есть, есть какая-то сумма, которую точно заплатят? Нет. А все остальное, это... Точно мне заплатят 5000 рублей. То есть, как бы... Ну, это совсем небольшая сумма, да. Ну, да, это официальный оклад. А все остальное идет какими-то бонусами, как бы я это... Ну, я не очень понимаю механику, вот. Поэтому, ну, как бы, даже когда я зову каких-то друзей тоже работать, какие-то мои друзья сейчас устраиваются, это всегда как бы обсуждается, что я не могу им обещать стабильный, гарантированный доход. Хотя репутация той больницы, где я работаю, очень высокая, и репутация того врача, который, как бы, меня сюда позвал. Ну, не персонально, а в своем фейсбуке позвал хипстеров работать в больницу. Хипстер прям сказал, приходите. Ну, ну, примерно так у него был такой смешной пост, который репостил Артем Чернов, по-моему, кстати, что типа хватит ныть, идите, вот нам нужны руки, давайте быстро, и мы хорошо платим. И так это мой первый друг пришел туда работать, а за ним уже я потянулся со своим другом и еще какие-то мои друзья, ну, то есть сейчас скоро тут будет такая богемный десант, как этот врач выразился. Вот. Когда вам обещали заплатить, есть ли договор? Ну, договор, разумеется, есть трудовой, да. Ну, я его не читал, ну, в смысле, это когда ты его подписываешь, а потом его уносят, чтобы подписала другая сторона, и как-то пока мне его не отдали. Ну, вроде, по слухам, в начале месяца нам должны заплатить. Ну, в смысле, платят раз в месяц, типа 30-го, там, первого, вот такое, ну, вот вроде 5-го, ну, как-то. Вот. Ну, я как бы так решил не сильно над тем разморачиваться. Вот. Тролль. Это, видимо, твой друг, да? Да. Он не может принять то, что я постригся. Ну, в смысле, просто с длинными волосами больше риск подхватить какую-нибудь фигню. Ну, и сложнее обрам. У тебя короткие. Ну, вот, видишь? У меня тут чуть-чуть из челка, а так, ну, ладно. Это вот я побрился, видишь? Ну, да, нет, я хотел так, но не решился, потому что с ним какая-то армия будет, и мне как-то стало очень грустно, и поэтому, когда получилась случайно такая прическа, ну, я же все-таки хипстер. Или гоголь. Сколько длится смены, и когда-нибудь ночные, дневные смены, как вообще это распределяется? Ну, там, в разных больницах, как я понял, что ты делаешь вообще? Да, давай я расскажу. В разных больницах это, видимо, устроено по-разному. У нас это устроено так. Смена — это сутки. Сутки делятся на отрезки по четыре часа. То есть четыре часа ты в красной зоне, четыре часа отдыхаешь, вот как я сейчас. Потом четыре часа опять в красной зоне. Получается, двенадцать часов в красной зоне за смену, да? Смены каждые три дня. То есть сутки ты в больнице, двое суток ты свободен. Потом опять сутки в больнице. Это называется полторы ставки. То есть обычная ставка сутки через трое. То есть получается, короче, шестьдесят рабочих часов в неделю, а не сорок, да? Вот. Что я делаю? Ну, начнем, так сказать, с телесного низа, да? Подымываю больных, вот непосредственно вымываю из них там какашки, потом сливаю мочу из мочеприемников. Обрабатываю их, мою такой пенкой, ну, наверное, те, кто бывал в больницах, знают. Такая сухая пенка, ну, такая как пшикалка, спрей такой. Ну, не важно, называется сухая пена. Потом кормлю их, мою полы, стены, оборудование все мою, протираю. Работаю внутри больницы таким курьером, ну, типа, бегать, отнести какие-то анализы в лабораторию, что-то подать, принести, вот что-то такое. Наложу порядок на складе. Ну, вот такое примерно диапазон. Больные, они на ИВЛ находятся, раз реанимация? Не все, но более половины, наверное, да. Я сразу делаю ремарку, я буду очень осторожно говорить про больных, потому что это очень чувствительная информация, да, то есть я не хочу никакую статистику пытаться давать, потому что это очень-очень опасно для больницы, как бы, вот. Ну, в смысле, ну, большинство, наверное, где-то половина на ИВЛ. Короче, у меня в реанимации 12 человек, да, вот, ну, в нашей реанимации, в смысле, у меня. Ну, и там очень как-то по-разному. У кого-то стабильное тяжелое состояние, кто-то быстро идет на поправку, кто-то в другую сторону идет, ну, то есть, вот сейчас, например, ровно пополам. Пять очень стабильных пациентов и пять очень тяжелых, вот. Ну, как бы, ну, да, я устаю, тяжело в костюме, потому что, ну, не знаю, вот как сравнить, вот, например, в самолетико летишь, такая душно, плохо слышно, вот немножко так, вот так все, дышать тяжело, вот. Ну, не смертельно, но через 4 часа ты уже очень хочешь его снять, вот. Потом, ну, я устаю от того, что очень много новых задач, ну, бывает такой стресс, когда они уже к себе подгоняют, и как бы надо сразу врубиться, что где лежит, миллион каких-то наименований, лекарств, как бы ты должен в условиях реанимации, как кому-то спасать жизнь, быстро не тупить, а что-то там подавать, да. Ну, конечно, это очень стрессово, я же привык наблюдать, стоишь, в уголке и снимаешь, да, тут ты тот человек, который действует, ну, пусть твое действие очень маленькое, да, но ты не можешь просто стоять и тупить в уголке, вот. От этого устаю, наверное, больше всего. Ну, то есть, вообще, меня очень утомляло, как ни странно, коммуникации с людьми, потому что, конечно, это совершенно другой мир, да, это медики, ну, они другие, но просто совершенно другие люди с другими ценностями, с другими взглядами на жизнь, вот, и я как бы с трудом интегрируюсь, с большим трудом, вот. Ты больше, то есть, устаешь, чем, когда работал фотографом? Ну, конечно, ну, это очень тяжелая работа, в смысле, я догадывался, так сказать, мой хлеб мне дается не очень тяжело, сейчас я могу сказать, что, ну, мой хлеб, мой хлеб давался мне очень легко, ну, то есть, ну, работа с санитарем, это очень тяжелая работа, ну, и вообще работа врачей, сам этот режим суточный, это все какой-то ад, то есть, не спать ночами, вставать в 5 утра, перед, когда ты едешь на смену, все это для меня очень адово, ну, то есть, я привык все-таки жить в комфорте, ну, бывают какие-то съемки там непростые, но все, ну, ты отработал, там, отрабанил в своей среде, с своей техникой, ну, с техникой, в которой ты разбираешься, да, не с какими-то аппаратами, которые там гоняют, я не знаю, что там по организму, да, вот, и, ну, пришел домой, за бутылочкой венца, обработанной фотографией, ну, то есть, ты больше контролируешься, но я, в общем-то, осознавал, что это профессия, потому и выбрался, я, в общем-то, один сам по себе, я, как бы, регулирую свой стресс, а здесь, как бы, пока я работаю, я, как бы, ну, вот я каждые третьи сутки должен быть здесь, и это, как бы, не обсуждается, я как-то спрашивал, можно ли там что-то перенести, мне просто написали три буквы, нет, вот, и, другие три буквы, да, я даже, ну, по сути, приорития, вот, то есть, ну, здесь жестко, как бы, где-то, кому-то напоминают немножко армию, я не был в армии, поэтому не буду утверждать, хотя меня здесь регулярно спрашивают, а ты был в армии, а где тебя, почему-то меня научили мыть палуби, там, что-то такое бывает, такой немножко легкий буллинг, вот, и был последний, ты не умеешь мыть палуби. смену, ну, оказывается, не умею, да, забавный эпизод, короче, в прошлом времени меня вырвало в скафандре, это было печально, вот, но зато я понял, что все-таки, ну, моя бригада как-то обладает какой-то эмпатией, потому что я плеванул, убежал и пошел спать, а они меня потеряли, искали меня три часа, думали, что я где-то вскрылся, там, в красной зоне, вот, ну, в смысле, они прямо переживали, искали меня долго, все утро, после смены тяжелой, мне до сих пор за это очень стыдно, вот, ну, я был как-то этим тронут, что они там, ну, как-то, все спросили, то есть, было какое-то ощущение сложилось, что им всем абсолютно вообще наплевать, что какой-то ходит ноунейм чувак абсолютно непонятный, да, вот, оказывается, я ошибался, вот. Олигарх тебя спрашивает, сколько ты можешь поспать? Ну, вот, я должен спать вот в это время, вот сейчас, но обычно в это время... У тебя сейчас пересменок или закончилась смена? Нет, нет, у меня еще впереди вот самый тяжелый кусок с полуночи до... Потому что начало бывает либо в 8 утра, либо в полдень. Вот я работаю в первую смену с 8 утра, соответственно, я заканчиваю в 4 утра, да? Нетрудно это посчитать. Вот. Привет, Макс. Вот. То есть, я могу спать, как бы, ну, по факту, сейчас спят вот все эти отрезки. Я днем сплю частика 2, а потом вот сейчас, вот мы закончим, я посплю еще частика 2. Ну, ну и по нормальному, я посплю уже после смены, то есть, вот мой друг работает вторую смену, соответственно, я вот где-то в 4.30 лягу, а его смена закончится в 8. Он в 8.30 меня разбудит, и мы уже спокойно поедем домой. Ну, в принципе, тут можно спать и дольше, то есть, можно... У меня есть друг другой, который вот в 4 утра ложится и спокойно спит тут до 12, завтракает и уже едет домой, да? Вот. Ну, ну, понятно, что на режим это все очень плохо влияет, как и любая такая сменная работа. Ну, то есть, долго я бы не хотел так работать, то, что это, ну, разбалтывает как-то психику, мне кажется. Слушай, ну, нахрен ты тогда пошел вообще санитаром? То есть, почему ты не подождал дома? Ну, смотри. Когда там все это закончится? Ну, во-первых, у меня была не такая, не очень острая финансовая ситуация, не смертельная, но неприятная. Я просто очень представил, что окей, я поживу по кредиточке Сбербанка, не впервой, вот. Но потом я буду, с учетом еще такого, ну, побитого рынка, хренового, фотографического, я буду потом еще год или два эту кредитку гасить, никуда не смогу поехать. Мне прям, ну, стало очень грустно. То есть, это была одна мотивация. Другая мотивация была, что мне бесило сидеть дома, бояться выйти на улицу, ну, как бы не иметь на это права, и сидеть, и вот чего-то ждать, и обижаться на государство, которое никак не помогает, как бы я помню, что начали очень сильно загоняться. Это два. Третье, может, как ни странно, самая главная мотивация, хотя нелепая, ну, вот, мне очень хотелось написать об этом в фейсбуке, но это не то, чтобы тщеславие, не знаю. Ну, вот мой друг, который написал этот пост, который... вот я работаю с санитаром, блин, ну, как же так? Я подумал, раз он смог, он обычный парень, тоже никогда не работал в медицине. И у меня был такой челлендж. Ну, и честно говоря, я просто был уверен, что меня снимут на этапе медосмотра или еще чего-нибудь, и когда мне сказали, вот твоя смена там 2 мая, я думаю, бля, я попал. Я был уверен, что это не случится. Так, как давно я работаю? Ребята, вы не заметили, у меня вот здесь и здесь болит, да? У меня шестая смена сейчас. Я работаю со 2 мая, то есть, ну, полмесяца. Ну, как бы и мало, и не мало, то есть, в целом, я уже во все врубился, ко всему привык, то есть, в общем-то, для меня это уже рутина, вот это тоже потрясающе, конечно. То есть, у меня атмосфера реанимации идет, что-то там пикает, пищит, хлещет, там, кровь, моча и какашки, но не всегда. То есть, за 2 недели ты уже... Для меня это уже банальность, меня это абсолютно никак это не напрягает. Так, поток больных. Смотри, Толя, я не могу, извини, да, я, Миша, за отвечаю. Да, конечно. Смотри, это же очень индивидуально, но в нашей реанимации, вот вроде, чуть-чуть меньше стало. То есть, с 12 коек, как пару суток было 9 занято, вот сейчас занято 10 привезли пациента. То есть, ну, это как бы, ну, конечно, мы все такие думаем, блин, а вот бы они сейчас выписывались, а новых бы нам не привозили, да? Но это же все не симпатоматично, в смысле, ну, хэзэй, непонятно. Ну, как бы пока соусова. Сейчас нам не ставят там 13-ю, 15-ю койку, да, хотя можно куда-нибудь в коридор впихнуть. Я думаю, у нас просто очень специфический центр, так образцово-показательный, потому что у нас очень хорошо все с защитой, со всеми протоколами, то есть у нас все идеально. Вот, мы на полном серьезе. Ну, наверное. Ты ощущаешь себя героем, что ты вот на передовой? нет, мне бесит, мне бесит это на передовой. Правда, мне это ужасно бесит. Я специально это задаю, ты понимаешь? Да, спасибо. То есть, это просто, ну, любопытство, попытка вернуть себе контроль над своей жизнью, да? Хотя забавно, что я как раз заведомо такой очень уязвимой позиции, что у меня любой, как бы, ну, все сотрудники, у меня как бы старше по званию, мне любой человек может давать указания. Но все равно здесь я контролирую больше, чем просто сидя дома и ноя, да? Даже нет, ныть я тоже люблю, и я сейчас постоянно ною, то есть после каждой смены я всем своим близким говорю, что все, я больше никогда туда не пойду, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот, ну, в смысле, конечно, тут много токсичности, вот. Но это не связано с у меня никакой геройства, то есть вообще реанимация, это как, я подумал, какие-то пожарные. Ты тушишь пожар, шпалы, то есть больше похоже на работу уборщика или там заведующего складом, да? То есть, ну, даже и врачи нельзя сказать, что как герой, это их работа, нету, ну, это глупость какая-то, ну, не знаю, мне кажется, героизация, зачем? Все просто делают свою работу, иногда стебутся, иногда шутят, иногда сентиментальничают, ну, то есть, ну, это какая-то совершенно нормальная, обычная ситуация, героическая ситуация, она необычная, она болезненная, герой должен там или погибнуть, или сражаться, а тут люди живут, у них есть какие-то планы на будущее, кто-то выгорает, кто-то не выгорает, ну, в смысле, кто-то, наверное, уйдет когда-то, кто-то не уйдет, кто-то переболел уже коронавирусом, кто-то переболеет, то есть, это как бы, ну, жизненная ситуация нормальная, вот, и вполне, да, стабильная, вот, ну, то есть, ну, вот, ну, геройство, это вообще фигня полная, мне не нравится такой дискурс, вот. Олег, а как тебе, вот как фотографу, который всегда, когда приходил на съемку, он был главным, по сути, да, а теперь ты самый не главный? Ну, знаешь, я, кстати, никогда не был главным на съемке, я как-то обходился сюда деликатно, я не выстраивал все и всех, то есть, у меня был просто разговор, общение, ну, вот, на моих съемках, а здесь, ну, знаешь, я же отдаю себе отчет, что я действительно ни хрена, ну, не разбираюсь, я с вами благодарен, какие-то врачи мне сразу пытаются объяснить какие-то, я вот уже кучу знаю, там, терминов, оксигенация, то-се, пятое-десятое, какие-то датчики, катетеры, то есть, мне, разумеется, не разрешают всем этим пользоваться, слава богу, но я гораздо больше теперь знаю о медицине, о человеческом теле, о каких-то признаках, там, не знаю, ухудшения или улучшения состояния, да, то есть, это прикольно, вот, ну, а то, что мой статус понизился, ну, я тоже никогда не гонялся за статусом, я никогда не считался, знаешь, багетным, когда, ой, багетным, фу, богемным фотографом, куштую, да, нет, что-то перекусило, сказал, а, где-то я слышал выражение паркетный фотограф, блин, знаешь, как джип-паркетник, вот что-то такое, какой-то, бля, какой ужас, не дай бог, вот, извините за бля, да, короче, ну, вот, после больницы в метро страшно или нет, да нет, почему, метро очень страшно пусто, вперед, я вообще еду в одном пустом вагоне, потому что я еду в 5 утра, блин, назад я еду как бы в час пик, типа, ну, вот я еду назад, типа, в 9-10 утра, да, ну, едет какой-то народец, ну, в смысле, ну, я вообще философски отношусь, ну, в смысле, ну, может быть, я переболею коронавирусом, может, я уже им переболел, какие-то люди, которые не соблюдают дистанцию или идут там без перчаток, я скорее стал на пожилых людей обращать внимание, у меня такое искажение, я прям как бы вижу наших будущих пациентов, ну, в смысле, вот вижу людей, которые каких-то, ну, с диабетом, ну, каких-то полных пожилых людей, вот, которые как бы похожи на наших пациентов, думают, блин, чувак, будь аккуратен, тебе вот надо как-то быть очень осторожным, да, вот, но тоже это стереотип, на самом деле у нас, вот, есть пациенты, бывают очень молодые какие-то чуваки в реанимации, замечу, не просто в больнице, но в реанимации, какие-то там сорокалетние чуваки, вот, то есть, ну, как бы, в общем-то риск есть у всех, но понятно, что самый большой риск у пожилых людей, это факты, вот, я это наблюдаю. Слушай, а ты уже, получается, влился в коллектив? Наверное, нет, смотри, мы там работаем, но там мы как-то общаемся, худо-бедно, а потом я специально, вот, мы нашли наши хипстерские, Ян Клав, такую тайную комнату, где я сейчас нахожусь, где, то есть, вообще-то в комнатах мы по четверо должны находиться, ну, у нашего, у нашей бригады, для нас где-то человек 12, у нас три комнаты, да, вот, все заставленные диванами, и там есть такая, типа, мальчишеская комната, комната врачей, комната медсестер, но я понял, что я не могу там находиться, но не могу я, вот, и как бы я, и мой друг, и второй мой друг, мы всегда после смены просто вот сваливаем, и эти четыре часа, как бы проводим, ну, в своем мире, понимаешь, да, то есть, я постепенно стал интегрироваться ночами, вот, когда мало работы, они уже потихонечку прочухали, что я фотограф, мои интервью начали читать, и как-то начинается такой маленький, постепенный, ну, вот это все, типа, ой, ты нас всех бесплатно должен поснимать, а сколько стоит твоя съемка, а почему так дорого, а я на телефон лучше сниму, ну, вот, на уровне такого немножко бестолкового трепа, ну, какая-то интеграция начинается, я что-то там узнаю про людей, что-то, вот какие-то там куры, гуси, гуси хрустальные, вот, вот такое там, ну, я говорю, ну, миры очень разные, то есть, как бы, вот, мы пересекаемся, вот, на этой больнице, например, на МКАДе, большинство из этих людей едут как раз с той стороны МКАДа, я, наверное, единственный, кто сюда едет, с Ментилеевской, да, из центра час, а все живут тут, ну, в подмосковье, с той стороны МКАДа, большинство, и как бы, и в Москве особо и не бывает, ну, как бы, ну, другой дискурс, то есть, в этом смысле, это очень интересный эксперимент, не знаю, как его потом как-то описывать, ну, в смысле, мы бы никогда не встретились, кроме какой-то больницы, с этими людьми, скорее всего. Если кто-то захотел вдруг пойти санитаром, напишите, пожалуйста, прямо сейчас там, поставьте сердечко, Олег, может, вам расскажет, как это сделать. Народ отваливается, отваливается, не уходите, сволочка. Нас, мы потом все выложим и послушивают нас. Да. Ты, так, когда закончится эпидемия, ты планируешь там остаться? Нет, я не смогу там остаться, потому что у меня договор заключен. В новой профессии, или вернешься? Нет, нет, я не смогу остаться, потому что у меня договор заключен. До конца эпидемии, так и написано. Я не знаю, как они это считать будут. Ну, в смысле, потом, нет, конечно, я думаю, я не дождусь конца эпидемии. То есть, я как бы, ну, короче, мой KPI доработать, вот у меня до первой зарплаты, максимум, до сегодня рождения, 29 июня. Дольше, я думаю, я не выдержу. Потом потихоньку уже начинает оживать рынок в Москве, постепенно. И у меня сразу получается очень стрёмная дилемма такая. То есть, имею ли я сейчас моральное право снимать людей? Пусть там издалека, там как-нибудь, да? Вот. А если я начну отказываться, тогда мне уже придётся быть санитаром и быстренько других фотографов найдут. То есть, я думаю, я очень скоро, как бы, буду вынужден даже, обыскал уйти даже, если бы я хотел ещё больше работать. Потому что, ну, блин, у меня есть моя профессия, она мне нравится. Я не могу пожертвовать своей фотографической базой клиентов, ну, вот, наработками, ну, интересом ради коронавирусной реанимации. Но я так думаю сейчас, выйдут все мои друзья, которых я назвал, и как-то я потихонечку какой-то момент торжественно уйду на покой. Вот. Ну, я как бы так наблюдаю за этим, ну, это очень сложный вопрос. Я действительно после каждой смены думаю, готов ли я идти на следующую смену. Ну, я как бы не хочу быть каким-то заложником. То есть, я бы свободно пришёл в это место, и также свободно и по своей доброй воле я хочу отсюда уйти. Вот. Ты что-то в свою профессию как фотографа новое привнесёшь после вот этого опыта? Ну, знаешь, ну, блин, наверное, я снижу цены или будут соглашаться на дешёвые заказы, потому что, ну, ну, это глупо, да, наверное, звучит. А именно как профессию, ну, как бы, да нет, я какой-то эмпатии, мне и так вроде бы хватало в общении с людьми. То есть, это очень разные опыты, даже пытаюсь понять, что бы я мог взять из этого опыта. Да не знаю, ничего. Ну, в смысле, это просто совершенно разные какие-то куски жизни. Вот. Ну, буду, может, ещё больше любить свою профессию и меньше там надо жаловаться на какие-то там неурядицы небольшие, потому что всё-таки это моё поле деятельности, где себя уверенно чувствую. Я думаю, я больше буду ценить теперь свою работу, когда она возобновится. Угу. Ясно. Олег, нам сейчас нужно видео завершать, потому что, ну, инстаграм там нужно в течение часа всё завершить. Так. А, давай я скажу про проект, да, сейчас, Макс, Да, давай. Скажи, мы завершим, ещё три минутки есть. Да, да, короче, просто вообще больница сама мне предложила снять проект про них, для них. У меня полная, как бы, кардбланш есть на любые съёмки внутри. Какие-то врачи уже хотят, но я пока совершенно не хочу. В смысле, у меня нет никаких сил на это. И я, ну, пока, как бы, мой визуальный язык, я, как бы, вот это вижу так же, как новостное агентство. как, ну, вот, как вы это видите в картинках, вот, ровно то же самое происходит. Эти люди в костюмах, эти пациенты, ИВЛ, бу-бу-бу-бу, да, как бы, я пока дальше ничего нового не увидел. Знаю, может, кто-то мне что-нибудь предложит идеи какие-то. То есть вообще, понятно, что у меня уникальное положение, потому что я, как бы, здесь уже сегодня... Уникальное положение, это тоже мне этим пользоваться, потом будет жалеть. Ну, блин, да, ё-моё, я уже начинаю жалеть, но пока я вообще, вообще не придумал, что здесь можно снять, как высказаться. И, как бы, ну, пока нет ресурса на это физическое. То есть, может, я буду снимать другую смену, потому что, иначе я не понимаю, как, вот, у меня есть куча задач, там, я иду со шваброй, или там что-то делаю, и вдруг я выхватываю камеру, начинаю снимать. То есть, ну, эти роли очень плохо мейчатся. Так что, может, я буду, не знаю, одну смену работать, а потом на следующий день выходить уже как фотограф в соседскую смену, но там меня меньше знают. Короче, вот я пока не придумал, как это сделать, но надо подумать, пока я отсюда тупо не ушёл. Вот я, в принципе, если я уйду как санитар... Да, всё, обсудим. А так, даже если я уйду как санитар, всё равно же я вот, ну, остался в контакте с главврачом, и как бы, ну, возможно, и даже если я перестану быть санитаром, я сюда приеду несколько раз снимать проект. Но начать его стоит уже делать. Короче, обсудим. Ну, вот, наверное, всё. Да, Олег, спасибо большое, что ты поделился своим опытом, что урвал время у сна. Ребят, спасибо, что были с нами. Мы это видео потом выложим в сторис и на ютуб-канал. Подписывайтесь на нас, смотрите нас через неделю, всем пока.